Итак, дорогие друзья, продолжаем Сразу же врываемся на пистолетку Карты номер 2 Между командами Lungbue Vikings И Young Ninjas, как вы понимаете Studio Hub вместе с вами, слипчик на проводе Со мной Олеж Камингот И мы вместе таки посмотрим На самом деле, как здесь Young Ninjas На второй карте сыграют Ну, или не сыграют Да, всем еще раз добрый день Тут у нас уже поджим Т-спауна, фашер пришел Нашел свой момент И его легко реализовал Чем занимается ЗТР, зашли на базу Б Внезапно, на базу Аброш, прощение И нашли для себя момент Хотя потеряли ЗТР, который Пошел воевать в центр без какой-либо халпы Дефуз киты у защиты имеются Соответственно, мы посмотрим, как это будет реализовано У нас сейчас смог также есть Можно под него Ниндзя Дефуз и какой-нибудь реализовать Хотя будет сложно в любом случае, потому что там И апарты, и яма еще и бежит игрок через центр карты Перемещающийся там сапик Так что, ага, видно еще противника Погибает от Даффа в физе Смог Дефуз, это все, что должно быть сейчас Да, погибает один из товарищей Но у сапика нет ни единого шанса здесь победить совершенно Хотя дает хэдшот И еще хэдшот И пытается на там Дефуз И это первый раунд для Люнгбю Внезапно, кстати Да И сразу же коэффициенты покажу вам Это 1.72 на Лингу Викингс и 2.05 на ниндзей в пижамах, но маленьких Янгов Маленьких ниндей в пижамах, да Грустный чат пока что для них Не забывайте про бонус 100% нык к первому депозиту от наших коллег Приматч Баннер под трансляцией расскажет вам об этом подробнее Двигаемся дальше Форсецкий от Янг Ниджас Это Калаш, это Деглы Тут даже Галилы есть от Маннена Ну, почему бы и нет Для Люнгбю, кстати, тяжело будет с такими давайсами плюс-минус бороться Потому что, ну, контрстрайковые Контрстрайковые? КТшные Почему контрстрайковые? КТшная экономика не успевает на второй раунд А часто, кстати, и на третий Прям вот запастись так, чтобы нормально было Так что придется обстрадоваться и по позиционке переигрывать Потому что по девайсам, ну, не особо Ну, вот мы с тобой уже обсуждали Демираж В прошлой карте еще Что, вероятно, мы до Энчента не доживем Я по-прежнему этого придерживаюсь Потому что, ну, Люнгбю выглядит очень круто Мы уже видели от них сегодня Мираж В Best of 3 матче Поэтому я вообще не понимаю, что у них может здесь получиться С ниндзами справиться 2-0 Отправиться в плей-офф Из группы А вместе с LDLC И чувствовать себя хорошо Там стало вообще ничего не бояться Проходят флешки, смоки прокидывают Идут давить Т-спаун Но снова заметь, что через коннектора проходят игроки атаки Правда, бомбу забыли Да, есть такой момент Ну, вот ее взяли Но пока пакет дойдет Может все поменяться Вот как раз оно и меняется То есть на Апленте, например, есть присутствие теперь контртеррористов Которые поджимают Аплент сзади Соответственно, бомбер такой Так, Аплент, что-то страшненький Давайте не пойдем Пойдем на Б, а там пятерка Ну, кстати, Вольфе погибнет Да, это вот интересная на самом деле история И тут, может быть, можно Можно даже удержать, наверное Не уверен Он пытается Мангс пройти Понимает, что Сапик находится конкретно в той позиции В которой бы ему не хотелось Физи получает очень много дэмэджа В окошке Сапику не везет И двое битых 10 хп и 29 В наличии у Янг Нинджас Нужно давать хэдшота Не получается Зутера По физи информации тоже есть Что находится в пленте Чем абсолютно точно пользуется Bird from Sky И отправляет в небеса физи Снова бомба, но Вновь это не победный раунд Но, опять же, мог, наверное, закупаться Хотя в этот раз я бы, ребята, мне советовал Потому что мы видим девайсов много у Лунгю Там даже калаш не выйдет Только если дропать и бай получится Но опять эти Галилы, Мак-10 На полу она не упала Поэтому деглы, теки, что-то подобное Я думаю, должно у Янг появиться Не, смотри, они решили иначе Либо это какой-то... Нет, это все-таки... До упора, до упора Не-не-не-не-не, это не автомата-калашниковый героический бай Это что-то до упора вообще чуваки Тут втыкают Галилы, Калаши Первый армор, и как больно будет, да Да, 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 кстати, да Может такой быть Тем более там ФАМАС, там МК То есть это можно нормально в голову теперь полить И чуваки будут отлетать еще А если не будут, то будет им панч до неба просто очень тяжелая ситуация вольфе заметил чуть правее прицела оппонента пытался туда как говорится срикошетить выстрел но не получилось здесь ну да ну вот видите да что происходит то есть человек рвается попадает там около тушка головы это все немножко подлетает неудобно в итоге два человека погибло и размен то не дали янг ninjas информация у них есть где находятся противники но с этой информации ничего сделать не могут есть смоу который тратится на коннектор есть еще также флешка и целый декой боже мой это выиграет ребятам игру но мы помнишь мираж мы с тобой смотрели опять же от линбю где смоком люди убивали поэтому тут декой под ногами очень страшно оружие на но фашер в подбалконе это страшно и это страшно рольф еще с о ковров будет выходить ой фашер можешь получить наверное в лицо если далеко пойдешь еще дальше смысле манан выходит но кстати тут интересно фашер итоге получает лица вообще от другого чувака вольфи вольфи 1 находит 2 увидел а тут еще а чё почему за т.р. почему за т.р. на него не смотрел а почему вот не только вот такой как пела великая незаметная земфира почему лай лалай вот пока что лалай такой получается у янгов но есть небольшая теория что янги после того как поборолись на иплеерской лиги взяли себе тоже типа отпуск и у них вот эта лига как снег зимой для коммунальной службы внезапно то есть главная боль если бы да 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 и они ну типа не тренировались какое-то время просто пришли от балды скажу подлетали сложно у меня покорить нормально но вот сложно вот я вчера говорила я нидже 100 что что-то как-то вот такое приблизительно по перфомансы и вчера вот все кто там был опять же катали как могли собственно выкатали как смогли и пожалуйста убил силы в плей-оффе спасибо пожалуйста до свидания такие истории так ну атака все все погнали атака все так манн манн вместе с товарищем так сбегают кстати довольно чисто в плане бессмочно в плане защиты может делать пока что но много чего на бомбу пропустили есть на фа про апарты вот уже которые brown 4 мы видим легчайший заход на плэнт для атаки что-то какая-то беда у викингов с этой а паша в прыжке нормально и последний ройф и только один фраг удается сделать в очередной раз команде young ninjas да основную свою историю они сделали это вновь поставленная бомба к этому же 3 4 и там information for situation и коэффициенты также посмотрим это 1 47 на любви и 255 на ниндзи в пижамах счет вроде бы такой плотненький в пользу любви но все равно ниндзи ниндзи париматч дает вот такой вот я бы сказал довольно играбельный коэффициент но может быть он уже поменялся я не знаю что он там случается может там числе раунд возьму то может не возьмут тоже победит хотя при 50 в ряду такой такой небольшой спойлер от комментаторов можете гнобить но мне барабану так ну ладно пятый раунд young ninjas но смысле пятый раунд вообще возьмите что-то bear from sky она bear from sky вы не пройти просто никак сапик манты все-таки забирает пока 4 на 4 биты сапик очень сильно находит bear from sky вы здесь и три человека остается. А вот снайпер мне нравится на самом деле. Он слышит, где ставится бомб, а спарился. Ой, братан, ой-ой-ой. Руки шаловливые здесь. Ну, здесь вот как раз первый раунд я не досу возьму. Да, ну и сейв двух девайсов. Калаш и АВИК попытаюсь засейвить, а Затар попытается не дать этому случиться. Но кто-то будет спрашивать. Даф убежит. А пройдет ли физи сейчас? Ну, физи не попал. Не попал немножечко. А вот лезть дальше так не стоит проверять удачу и точность физи с снайперской винтовкой. Пока что у снайпера коллектива Young Ninjas в графе киллов нуль. Но, может быть, реабилитируется в дальнейшем. Но, как мы видим, экономика у защиты сейчас хорошая. Она не идеальна, но очень плотненькая. Там десятка сейчас удалась. Плюс-минус почти. И два девайса хороших заставленных. Снайперская винтовка. Самый дорогой девайс. И самая метовая винтовка штурмовая, соответственно. Ну, то бишь калаш, по сути. Так, профыгры. В МИМИ АВП Используется в МИМИ. Отковорочка. По фрейду. В МИМИ дай волю и сделай автоснайперки подешевле. Все будут с автоснайперками только бегать и больше ни с чем бегать. Ну да. В этой жизни не будут. Будут постоянно. Так, физи, физи, физи. О, антиснайперский эмоль. Кривой. Кстати, вот кривой. Вот сейчас поэтому получите по лицу от физи. За это не бойся. Физи стоит. Все еще стоит. Заметьте. Там смок летит, а физи все еще стоит. И даже сквозь смок он пока все еще стоит. А Бёрт Францкай поджал ЗТР. Это миддл. Ну, физи не получилось. У ЗТР не получилось. Ничего не получилось. Нет, нормально. Сапик вешает хэдшот по дафу на размен от Вульфи и 4 в 3. Тут у нас уже три игрока под Аплентом гуляют. У него уже научный опыт там. Но если сейчас заберут Манкса, вот о чем я хотел сказать, то оба базов скрыта. Это хорошие шансы. 3 в 3 ситуация. Бройф. Беги, беги. Спасайся, бег. Так он еще и убьет. А второго не ждет, но... Да, там как-то очень трагично. Он так в танце практически погиб там. Театрально очень. Да. Но два в два. Да, да. Снайпер Райфлер против Райфлера Снайпера. Что, в принципе, вроде один к одному. Очень... Ну, не то, что не очень. Ладно, на самом деле, есть чем раздухариваться по гранатам УКТ. Стороны Манан. Заберет оппонента. А вот заберет оппонента. А вот это тогда проблема. А вот Вульфе тогда будет очень тяжело. Еще и половина времени протикала. Еще и Вульфе сейчас как прицелится. А он уже, кстати, в прицеле. Молодец. Молодец, что не сейчас. И поймешь, что счета дан у вас в болото. Короче, берите свой второй раунд. Я спокойно отойду, потому что... Все еще. АВП все еще. Этот дорогой метовый снайперский винтовк. За ним, кстати, еще и пошли именно в его сторону. Но он вроде успеет уйти. Ага. Он еще так за уголочек встал. Его не будет видно здесь. Он слышит игроков. Немножечко в панике. Но там, если бы Манн побежал на этот диггал, он, скорее всего, бы там и откис. Сейвить нужно было денег не так много. Будут, конечно, раздропы сейчас. Будут закупаться. Хватит и на еще один АВИК. Но там полетела М-ка. Что логично. Ну вот, уже хотя бы какая-то интрига у нас с вами в матче. Хотя там и на Девертигу было что-то похожее. Какие-то там тоже 4-2 были. Потом что-то Йонги не справились. Потом счет 6-2. Потом 12-3. Но потом 16-3. Не так планировали явно ребята. Вульфи чекает апарты. Никого там не замечает. И у нас Янги отправляются в центр карты. Это Мираж. Тут уже Ройф под Беопартами тусит. И, возможно, против Манкса сейчас. Как отыграет. Как отыграет. Седьмой раунд смотрим. 4-2. Друзья, счет. Янгинидерс, в принципе, пока держится. Ну, правда, лучше. Всяко лучше, чем Девертига. Манкс. Ну, надо, видимо, отойти. Оберт Фром Скай с Эдварда приходит. И чуть ли не второго заберет. А там на дотекании, наверное, заберет второго. Дафот заберет. Пожалуйста. И Манкс уже с другой стороны стоит. И бомба потеряна. Два человека в ходу. Команда Янгинидерс этого физиэта. Как будто стрела воткнулась с дерева. Да, именно так. Это, кстати, как... Господи, это ж модель Ниссана, боже мой. Я правильно помню. В 2008 году. Вот это. Озвучил. Идеально, идеально. В6 просто идеально озвученный. Друзья, прямо сейчас было на ваших ушах. Физи ЗТР самый смешной в следующей шриф. А физи не будет. А не будет. А не будет, лол. Так будет или не будет? Хаешка и добьет. Хаешка добьет. Нет, не добьет. Один хп. И да. И его Вольфи прострелил, лол. Там, конечно, Махач был. Жесточайший. Ну, кстати, смотри. Деньги остаются у Янг Нинджас. Там будет передроп от физи. Одного калашика. Ну, и тут, кстати, может быть, раунд за два, то и за три. Да, команд. Если берут Викинги, то, скорее всего, за два. Если берут Ниндзи, то, вероятно, даже за три. И типа могут выйти на какой-нибудь счет 5-5. Например. И коэффициент-то сами себя не покажут на секундочку. 1-2 на Лингби Викингс и 4-2 на коллектив Янг Нинджас. Вот теперь уже, да, счет стал посерьезнее. И кайф стал посерьезнее. Приматч вообще не верит в Ниндзей. 4 это уже слишком плотно на своей собственной карте. Хотя до старта, конечно, фаворитами были немного, но Янги. Хотя я с этим глубоко не согласен. Еще Фашер пока не вступал в бой должным образом. В спины там не заходил. Хаяшка минус Рой. Не, смотрим, каким-то образом там удержался. Удержался. 2 хп, 2 хп живет. Но что-то все остальные по 1 отлетали. А, и человек под коврами вообще не жил бы. Там Молик во всю Ивановскую разгорался. И Рольф в лицо просто получил здесь шестер. Он будет за Лингби по дофьюзу бомбы. 6 к 2 получается. То есть, ну как, 3 к 1 здесь по счету. Ну да. Но денежка из-за бомбы должна быть. Да, Фашер ждет. Все, 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 подобрали. И, соответственно, он такой, да, хорошо, дофьюзу. Слышу. А вапу слышу, все нормально. Уносите. Да нет, не совсем. Ну как бы можно. Ну как бы не очень. Ну как бы 2 калаша и 3 галила. Ну сложно, опять же, сложно все это. Там вроде бы и не так много денег у ребят из Лингби. Ну, наверное, правильное решение. Потому что они уже много раз обжигались этими форсами. И как-то надо подсобраться с мыслями. Тем более, что им очень часто и очень много дарят позиции. Сколько мы с тобой развили? Четыре раза подряд. Выход на Аплент вообще без проблем. То 5 в 5 с пистолетами. То еще какая-то идея. Поэтому. Может быть даже и так получится. В чем я сильно сомневаюсь. Но. А ошибка какого-нибудь. Верстром Скайе. Подобранная М-ка. Ну нет. Флешку накинули на коннектор. Но не пошли в него. А контролит ли сейчас подсадку в окно? Нет. А действительно. А зачем? Сейчас получит снайпер сначала. Ты там в меня тыкаешь. Что-то стоит там. С этим тыкнул. Ну дотыкал. Сейчас потыкаю. Нормально, кстати говоря. Фашеров вот здесь вскрыли. 3 на 3 вроде бомбы ставятся. Мне кажется, Лингби будет тяжело. Понятно, что там один битый. Но Манан и Физи. Честно, мне нравится как стоят. Я прекрасно понимаю, что Лингби скорее всего будут пытаться в ретейк. Но тут что-то попахивает третьим Минджас. С точки зрения позиционки. На мой личный взгляд. Но мы посмотрим, как на самом деле будет. Мало ли тут что-то все пана отлетают. Но нет. Не пана отлетает. Ну допустим, одного сбрели. Этого мало. В итоге они спешат выходить. В итоге не получится скорее всего ничего. Да-да-да. Позиции клевые. Минджас они третий себе возьмут. Это беда. Прям на Аплендсе у викингов. Прям большая и без просвета. Сколько раз они ожидают зайти сопернику. Не контролят центр. Почему-то забивают полосу. А ножка не ожидает этого. И сколько раз через конректоры проходили ребята. С этим нужно как-то жестче играть. То ли ставить игрока на хелпу. Чтобы он там чекал иконы, подсадку. Все эти вариации. Потому что этот выход в спину твоему снайперу. Когда тебя стэка забирают. Это не есть гуд. Совершенно. Что придумает Лёнгбю сейчас? Денег у них не то, чтобы много на бай. Но на... Нет, закупаются. Они закупаются на усё. Что у них имеется? Это эмка, калашников, один скаут. Две эмки. Калашников, скаут. И ФАМАС. В принципе, даже неплохо. Дефуски-то есть. Преимущество в счёте есть. Можно даже так рискнуть. Смотрим. Так. 6-3. Есть варианты для Янгинджос. Да зацепиться может быть. Врыв на андерпасс хороший от ЗТР. В тайминг ровно попал. Берт Фромского, собственно, забрал. Макс, по ману, но проходится. Фашер проходится по сапику ЗТР. Фашер разминивает. Но всё равно 3-3 боевая ситуация. И непонятно, что с Аплентом конкретно для террористов. Потому что они... Ну как бы взяли... А, ну как бы взяли сейф, походу, да? Лилингбюш. Да-да-да. Это уже точно сейф. Это уже точно только 2 девайса в следующем раунде для Лилингбю. И... Ну очень такой... Ну попроще может быть пятёрка для Янгинджос. Какая-то такая движуха. Смогли. Смогли чуть раскачать оборону Янгки. Но нужно идти дальше, пытаться давить и забирать половину. Потому что без забранной половины, мне кажется, у них вариантов немного. Я чё-то так, знаешь, кубочком чувствую, что Ален Глю там ещё и в атаке покажут, кто здесь кого. Но явно уже лучше идёт Мираж. Я уже не сравниваю общий счёт, но как бы то ни было. Он как раз-таки на экранах Манкс с ещё логотипом другой команды. Как, в принципе, и Дафу. Да. Он там из... Копенгаген, Флеймс или ТР. А, они оба, только у них футболки разные, да? Ну получается вроде так, да. Да. В разное время щёлкалось Удафу. И все они в Люнгбю Викингс. Да. Купили-выкупили. А HR-хэдкантеры нашли как бы вопросов ноль. Молодцы. Ну, молодцы, потому что... Так, ну, на все финансы Люнгбю здесь дозакупились. Уже вариантов особо нет для защитников. То есть, либо сейчас побеждать, экономику возвращать. В смысле, раунды брать, экономику возвращать. Либо нет. В целом, выглядит больше нет, чем да. Потому что Янгнижес наконец-то. Сами вроде встали на ноги. Наконец-то на этой половине показывают что-то интересное. Единственная проблема, им нужно счёт довозвратить. То есть, ещё больше раундов нужно. Врываются в коннектор. Господи, какая жесть в коннекторе произошла. Просто ад какой-то. И в итоге все погибли. Ну, там вообще какой-то махач страшнейший был. Смог, молотов, тайминг. Дафу разбирается с Апиком. Последним в живых. Остаётся Ройф с Калашом. Идёт в плент. Информация по Бёрдову вполне может быть. Потому что, ну, явно кто-то тушил там. Там эмолик. По Дафу информация есть. Пытается работать. Погибает Дафу. Тут со спины начинает просто идти с деглом. Всё, дайди. Через смок его забирает. Ройф погибает. 7-4. Янг нинжес. Ну, есть деньги. Но честно поспешили вот здесь, в коннектор. В смысле, вот какой-то такой, какая-то конец греха. Мне кажется, они не ждали форс. Они не ждали форс. Может быть. Какая-то нерзбериха такая страшная. Вообще страшнейшая была. Ворвались. И такие, а чё, как дон? Всё. И всё погибли. В итоге никто ничего не понял. И там, ну, на минус три там вылетело. Но там, видишь, всё-таки, как мы с тобой сейчас увидели, были готовы к коннектору ребят из Люнбю. Когда они его раньше вообще не контролили, либо не было стычек здесь. Песни прям втроём в этом коннекторе стоят, смотрят. На них вылетает нитика и неприятная хаешка. Ровно в каску влетает. И ещё одна хаешка. Как больно команде Янг нинжес. Чё, ничего, никого не увидели. А уже у твоих попаданий хп. Ох, сейчас манкс тут на стрижок пацанов. Одного, второго. Просто одним спреем. Третьего. Патроны, патроны. Тиммейт не прикрыл, сволочь. Где? Где эти люди? Ага. Ещё и в спины сейчас придёт ещё пацан. Сейчас за термотом двоих и похоронят. И ещё уже погиб. Фашер Вольфи вдвоём остались здесь. И бомба не под контролем. Конкретно на руках у команды Янг нинжес. То есть её ещё нужно брать. Вольфи супер важный игрок. Но есть у меня что-то ощущение, что может быть долго здесь он жить не будет. Ну, как говорится, хотелось бы, может быть, чтобы он здесь долго жил. Но не получится. За термотом его приговорят. Сейчас. Приговаривает, получается, пятёрка на руках Янг нинжес. И вот теперь уже денег нету совсем. И придётся шестой Янг нинжесом отдавать. Вероятно, команде Лингу. Ну, они могут форсить. У них там не хватает денег. У них нет никакого лустрика. И на диклак-то, в принципе, тоже могут попробовать. Да, они будут закупаться. То есть это либо 7-7, либо снова Лингу показывают какие-то невероятные финты ушами. И типа начинают... Точнее, продолжают обижать маленьких ниндзей. В пижамках. Когда уж. Ну, смотри. Юмпик. А, МПшечка одна. Парадзиглов и Скаут. Это может сработать, если опять будет какая-то потасовка у Янгов. Они будут пытаться лететь в смоки. Под флешки. Сами слепы. Там... Ещё и подфармят. Так, один погиб. Ну, почти. И ещё четверо остаётся. Вроде как на... Перетягиваются все. Но тут такой большой фронт от Янг Нинджа с хорошими девайсами, что, если честно, сложно вообще. С Вольфа ещё. Ну, то есть Скаут. Это чисто по головам бы попасть. Но сказать явно проще, чем сделать. Манан. Манан. Пытается. Нет. Не дочекал Дафу. Унезапно. Но Дафу получается убить оппонента. Но мы всё прекрасно понимаем. Ладно, 4 на 4, допустим. Но сложно же. То есть, гранат, да нету особо. Девайсов, да не те особо. То есть, нельзя просто вот ворваться и как-то универсально прям что-то делать. Одна надежда вот буквально на Дафу. То есть, чтобы Дафу хоронил вообще всех. Не дочекал, не доувидел, не получилось. Макс последний. У него с этим девайсом смысла вообще стреляться на таком расстоянии. Физически нет. Ему нужно через Дельпан, допустим, подойти. Если вдруг судьба злодейка закинет ему в этот угол калаш, такого не произойдёт, если что. Будет прикольно. Вот он ждёт девайсов. Кстати, какой-то девайс полетел. Полетел. Да, во, калаш. Судьба злодейка закинула калаш. Вопросов ноль вообще. Так, ну хорошо. Ниндзи уже близки к паритету по счёту временному. Разумеется, и будет вопрос только в том, а кто же заберёт себе первую половину. Я думаю, что 8-7 это не сильное различие. Там уже будет решать больше пистолетный раунд, антифорс, антиэк, вот эта вся история. И тогда уже, да, преимущество может быть гораздо больше, да. Опять же, понимаем, если это будет 8 раундов взятые пистолетные и вся вот эта серия, это уже будет 11-7. И в этом случае, конечно, приятные 4 раунда разницы. Вот. И там прям будет битва не на жизнь, а на смерть. Но вообще очень много бомб ставится. Это пузится, взрывается. Это прям такой взрывной, я бы сказал, демираж. Раскид Аплэнта опять же, Бартум Скалькер в стенку пытается пройти. Начинает настреливать, впадает по противнику, манан живой. Попали не по голове, Сайпик собирает ещё и пашет. 4-5, и это большинство должно привести всё-таки к семёрке бойцов команды. Янг Нинджес, если, конечно, Манкс не вступит в бой со Сайдцем. А, они шифт, анули, иди, что ли? Да, решили, что вот так вот делают, и на последний раунд соберут, что соберут. Ничего не получается, пока Янг Нинджес вцепились в атаку Дэйм Миража, дорогие друзья. И пока играют очень эффективно с точки зрения личных перформансов каждого игрока, который как бы участвует, говорится, на этой карте. То есть 5 человек до сих пор живы, и до сих пор так. И остался Сайпик жив, встретившись с Вольфи. Дафаманкс засейвит, как говорится, тупо потому, что нужно. Точнее, не то, что нужно, а не просто засейвит, потому что засейвит. Даже не то, что там нужно, не нужно, хотят, не хотят. Вообще плевать, что они там хотят, потому что у них просто выбора нет. Янг Нинджес им не дают ни выбора, ни времени особо наподумать, особо ничего. Так что супер-супер классно и эффективно от Янг Нинджес. И я думаю, что на 15-м они попытаются то же самое предпринимать. То есть они поймали вот флоу свой. Поймали волну свою, все, летит все хорошо. Держимся вот за эту волну, не нервничаем, не переживаем, потому что побеждаем. Ну, в смысле, они реально побеждают. Добавились, да раскидались. Люнг Бю, это чисто СМГшки, по сути, и то, что успели сохранить. Да, в общем-то, и все. Тут спрашивали, на каком месте команды 44-й World Rank у команды Янг Нинджес и 56-й у, собственно, рогатых пацанов. По идее, чуть-чуть повыше в рейтинге Янг Нинджес, но не по игре. ЗТР находит фраг, погибает от Волфи. Там у нас и Дафу пошел сформить. Э, что? Это что такое? Двоих на партах. Просто за секунду, 25 секунд от начала раунда. Это что? В партах, без бомбы. Давай, давай. Сейчас выходим. Ладно. Выходим, даем, я хотел сказать. Ну, 8-7. Ну, первая половина победная для Люнгбю, кстати. Пока у нас ничего не убежало, покажу кайфчики. 1-7 на Люнгбю Викингс, 2-0-8 на команду Янг Нинджес. Ну, опять же, за счет того, что раунд. Один побольше взяли себе викинги. У них такой вот кайф от париматча. Не звать также про баннер по трансляции на 100% бонус к вашему депозиту. Все информация там же. И, я так понимаю, у нас какая-то... А, тактическая пауза. Ничего себе, там викинги решили прям со старта подумать, как им действовать. Чтобы забрать, как я уже говорил, 9-й, 10-й, возможно, 11-й раунд для себя. Да, потому что в Дефансе, ну, в большинстве случаев после проигранной пистолетки берется форс. А если ты еще армор подсел, так вообще можно фарминку взять. И устроить ра-та-та-та-та. Тактическая пауза перед второй пистолеткой для Люнгбю. Решили пообщаться для того, чтобы, видимо, ну, прям хорошо, нормально, красиво это все взять. Такие паузы перед пистолетками, на самом деле, бывают довольно страшными. В смысле, можно, ну, опасаться, бояться, потому что это, типа, серьез бизнес, так сказать. Евгений, не бойся, я тебя защищу. Не, я-то не боюсь, ты меня точно защитишь, но кто защитит теперь Янг Нинджа со второй, подожди, две подряд? Что-то там прям ребята думают очень сильно. Ну, как бы да. Ну, похоже, да. А может быть, кому-то приспичило. Подумать еще сильнее, видимо. Ну, чтобы не ставить техническую паузу. Ну, подождем, подождем пока что, дорогие друзья. И вот сейчас уже будет что-то интересное. Почти фулл кевлары для Янг Нинджа, то есть 4 плюс 1 на саппорте Маннен со смоком. Фискит и у Маннена тоже, ну, в общем, на саппорте, да, все правильно. И два саппорта получили. А, нет-нет-нет, дафу не закупился, ничего подобного. Это вот, как это, Нинджа с пиджамас, тактика Гетрайта, если что. Да, смешно это видеть от Люнг Бю, а не от Янг Ниндерс, ну ладно. Так, у нас там заход на точку Б, пытаются прохреть ребята. И, кстати, есть фраг на Ройфа, саппик, ответка, неплохой минус от Физии. Боют против Шарта, нужно пытаться ставить пачку. У нас тут Фашер начинает против Маркета воевать, но нет. Все-таки приоритетнее поставить бомбу, чтобы хотя бы были деньги. Но это 2 в 3, это меньшинство для Люнг Бю. И, разумеется, это будет ретейк от Янгов, как уже сказал Женя. Ой, как лицо больно полетело, я думаю, второму. Дефьюз кита есть, поэтому... А, там еще и Смоук есть, поэтому будет Манкс. Ой, заметили. Жить будет очень тяжело. Манкса заметили. Братан, братан, братишка Просто это дефьюз Ой, когда же меня отпустит Вот это да, вот этот килл на простреле Это хорошо А можно повтор, пожалуйста Это прям очень хорошо было Редко такое, наверное, увидишь Потому что он просто бежал Так, чтобы полетело именно таким образом Это надо, молиться надо Мне знаешь, что вспомнился момент Блин, то ли от Олафа, то ли от кого-то еще на троине Когда он с верхнего пара еще вышел на базе Б При поставленной бомбе И в смог дала одну единственную пулю с глака И дал хэдшот По-моему, это был Олаф Ребят, кто помнит момент, подскажите, это был Олаф или Блин, вот кто-то вот из шведов Точно, сто процентов По-моему, это был Олаф, да Люша, что ли? Не, не прийти Если давно, в смысле Прям старый Как я Ой, тут смотри, Махач Слышь, как будто, как будто молодой игрок Ну ладно Да, Форест, Форест А, Форест Ну, короче, короче, ладно Все, разобрались Дальше, дальше, дальше Бомба поставлена, ты смотри Это прямо месть, месть за месть, так сказать Фашер, Манкс и Вольфи втроем остались вроде нормально На ретейк победы Нинджас Встречают лицом оппонентов Погибает Физи, честно, нас сейф не отпустят Он авик потерял? И украдут авик, да, 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 да Это обида, конечно Купить авик и отдать его противнику Это получается Контерфорс Моншери, так сказать От команды Янг Нинджас, друзья Это деглы? Это деглы, да Пять килларов деглы Пара гранат Все Ну, деглы это опасно Но Люнгви могут Резко выйти вперед С такими приколами Если победят Контерфорс И потом проведут легкое Ну, в смысле Экономичное Экономичное Безопасное Эко Экономичное эко Нет, антиэко в их случае В случае Люнгви То есть можно выйти будет на 11.8 Но надо деглы пережить Надо пробовать Есть два смока И два декоя для Янг Нинджас Будут пугать И Они же нинди Они должны быть в таких смоках Типа А, и убежал куда-то За собой оставил еще какой-то след Типа, что я как будто там Было бы вообще, на самом деле Я бы переработал декой Чтобы он был как шаги И тогда Мне кажется Декой был бы явно лучше Оно, конечно, усилит стоимость Ему хотя бы на полки Чтобы он соточку стоил Кстати, Bird From Sky получает в лицо Вроде бы даже грамотно играл Против двух игроков на апартах Чуть не отваливается Манг Это уже может быть проблема Это еще и молотов в подножке Родной Две бутылки лови Все тебе Три человека остается Янг Нинджас Но Bird From Sky потеряли Мангс тоже битый У Маннена, возможно, есть шансы Но не туда совсем смотрел Ой И не заметил Это 4 на 3, что ли, братан Не знаю, если честно, как Маннен катает Но выглядит как 4 на 3 Потому что 16 на 9 видно Сверху, справа Соответственно Ну, так же, как и вы трансляцию Сейчас смотрите В киношном, по сути, вариант 16 на 9 Кино, кино Ну, вот и смотрим А у него, наверное, 4 на 3 Вот и нигде нет Квадратный монитор Точнее, монитор Ты не будешь 16 на 9 А катает квадратным Говорят, что так Всех запутал И себя тоже И себя тоже, да Десятый в любом случае Люнг Бю Не, на самом деле Ничего не запутал Все вроде по теме сказал Но вот, походу 4 на 3 Да, посмотрим кэфчики Они опять упали В пользу Люнг Бю 1,28 на Викингов 3,45 на команду Янг Нинджас Все, хочу их назвать Непами Но они еще пока не выросли Ну, один вырос Но его потом обратно Врос потом Да, да, да Начал уменьшаться Хоббит, что ли? Не, ну, со старостью ты Когда старость приходит У тебя организм тоже начинает Расти в обратную сторону Почему бабульки-дедульки Такие маленькие? Они, все Поближе, чтобы было К земле Ну, мы продолжаем Пока экономический раунд Дорогие друзья От Юнг Нинджас Какие-то злые у меня шутки Сегодня Люнг Бю В общем и целом Наверное, будут выходить На 11-е Я предполагаю В самое ближайшее время 4 класса Плюс АВП есть У команды Люнг Бю Гранаты есть Все нормально То есть они могут Аккуратно атаковать Все Единственное, насколько я понимаю А, тут еще поджимы Кстати, реально О, здорово, Вольф Пык в лицо Просто получил Понятно, что их за это накажут Но это Если накажут Пацаны Как бы Да, не, не, не Нормально Все тут Ладно Переволновались Переволновались, да Но Вольфа нормально наказали Кстати Здорово Нет, ну он тоже здорово себя проявил Начнем с этого Вот Но опять же По отношению Сейчас Смотри, как был близок Еще бы Ляпку одну поставил И все И минус дафу Какой-то хэдшотик Еще один повесил Повторный И все Бу-бу-ай-ай Я к чему Мы с тобой не увидели Того миража Который Показывали Люнгбю Я понимаю, что соперник Совершенно другой Совершенно другой И Янг Ниджес Просто не давали так действовать Как помнишь Мы тогда хвалили Фашера Ему так действовать Не давали То есть он пытался Где-то из-под ямы Там что-то Где-то там проходить Как мы помним В первом пистолетном раунде Там вообще Вообще Я внезапно Польский начал учить Вообще Зашел на тест-паун Через мид И там бы убил Противника хэдшотом Такой ситуации Но это были Разовые случаи Я, кстати Ну, почти был Около прав Маннон Катает Мониторзовый 240 герц Но катает Как это По-русски Ну, 3 на 4 3 на 4 Ну, в смысле Да, 4 на 3 Размытые по всему экрану Короче Вот, если проще Забыл слово По-русски Stretched По-английски-то я знаю Как на русский перевести Не помню Растянутый Растянутый Во То самое слово Мои проблемы На русском Проблемы билингвальности Когда одно слово На одном языке помнишь И на втором забываешь И они так постоянно Жонглируются Сопек Погибает от дафу Три человека Остается командой Нинжес в итоге Физи мана ЗТР Тяжело будет Это ретейкать Реально тяжело Вот здесь Вариантов для нинжес И так не видел А сейчас я просто говорю Ну Объективные вещи То есть Они идут на сейв Вариантов нет Двенадцатый Для викингов А это значит Только одно Что сейчас Докупать для себя Девайсы Янги не будут Потому что Им банально Просто не хватит У них лустерик 2400 всего лишь Пишут в чате Кстати Злустерик не скажу Сейчас напомнит Нам игра Сейчас посмотрим Пишут в чате Викинги Топ типы Вроде Друзья В том и прикол Да нет Не то чтобы Прямо вот Стоп 2900 Лустерик Да нет Не то чтобы Понимаете Да нет Не то чтобы Но Почему-то По какой-то из причин Вот эта вот Довольно сильная Академка Конкретная Найпи Почему-то На EDC Сейчас Уже два дня подряд Она Такая вот Отскакивает Да-да-да-да Она прямо Несильная Вообще Академка Хотя Казалось бы В Европе На самом деле Допустим Вот эта Академка Прям нормальная И Мне кажется Что они Запотели Там же очень Долгая лига Была На Виплее Сколько она там Делась Дней Две-три Они каждый день Катали По карте Точно И Моузовская Академка Вот сильная Опять же Да Но видите Да Сейчас почему-то Реномейта Не поддерживается Командой Нинжас Хотя Вот Поджим Ответь Пожалуйста Очень хорошо Но Аплэйн Почти продан Ууу Рольф хорош Не подожди Не проданный Может быть А ну роль Нет Нет Я хочу О том еще И Макс Развлекает людей Да конечно Остается красным Краснючим Три хп Остается у него Только в наличии Сейчас Манн Получает Две флешки В лицо Хаешка Смол Продлевается Физи Бежит Хочет Очень сильно Манк забрать Но три хп Не подвластно Начинает Стреляться Манк здесь Попречно Третьего Заберет Это будет просто Изерализация Пошла флешка А тут выходит Еще сам Манк С него забрали Да Прошил очень знатно Бёрд Фром Скай Находит Сапика В размен Два в два Пытается вроде бы Манна Но Бёрд Фром Скай Не приступен Двадцать девять Эй Тринадцать восемь Счет Будет у нас Потому что Физи уходит на сейв Возможно Что-то заберет А ничего нет Обидно Должно быть Наверное Так вот Что мы опять же Про Янгов говорили Да грустно Период длинный Скорее всего Отдыхали Не тренировались Как я это вижу Потому что ребята Уже выступали В подобных лигах И себя там показывали Очень недурственно То есть Они как академка Они очень перспективные ребята И как мы уже Говорили вам ЗТР уже был В основных НИПах И вполне возможно Хорош свапать Спасибо Сколько можно Это бесит прям Вот И как это бывало Из Астралис Академии Там они тоже себе Кого-то подписали Одного Насколько я помню Было такое И так Многие академики Да действительно Они для чего сделаны В принципе Чтобы взращивать таланты Может быть Кого потом перепродавать Когда тоже было Где-то точно То есть вариации Как и в футболе Ты взращиваешь таланты И потом либо используешь В основной команде Себе Либо продаешь Да это понятно Все Просто так прозвучало Взращивать таланты Потом продавать Ой Как капусту Да Типа Да Не У меня Какие-то Другие ассоциации А Типа Продаю людей бананы Я еще шучу не бананы Да Шучу не бананы Я просто да Вспомнил Несколько веков Истории человечества Что-то да Вот эта фраза Такая интересная Была сказана В интересном ключе На 13.8 Тем временем Если что Осуждаю Не поддерживаю Конечно же Друзья Конечно Это все шутки Юмора Сапик 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 О подпрыгнул Упал Ягнира Соберите ЗТР Ну давай ЗТР Ну вот на стуле Вот еще Там стул только один Там нормально все должно быть Физия Как второго Ты сейчас там еще Приговорил бы У нас там Потеря манана Даф идет дальше Находится под апартами Под балконе Да А там вообще На Б могут уйти И там никого нет Но они не знают об этом Они к Дафу пойдут Потому что Дафу занял Оборонительную позицию Уже на А То есть как бы Аплент Не то что не знает О том что он продан Но физию На самом деле палит Не ну физия кстати молодец Спиняк еще получит Да как тебе сказать Они вообще-то молодцы Оу Успалился Дафу И отлетит 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 Не отлетел Пока не отлетел Но отлетит Ну в смысле Ну вы же должны его убить Потому что А там на базе На Б смотри На Б на Б на Б Тут от ЗТР Затаился Ай Какая пипяль Пипяль просто Физия Физия А ну До конца было Да ладно Что это Как не везет Ниндер Что за Привет В итоге В Водрой Не надо Продолжение Хорошо Короче Сколько должно было совпасть Вообще моментов Чтобы так вышло Вы вообще представляете Пока один тип развлекает двоих на точке А ЗТР находится в лучшей позиции Которую только можно было представить На этих апартах И не убивает 13 хипового Манкса Да да Который убивает Вылетает из маркета снайпер Попадает по противнику Но не убивает И получает тоже Пули Бери АВП И спасайся Просто родной Просто спасайся Господи какая Десант Как же больно здесь Просто как же больно Потому что Мало того Ну то есть Дафа такой Так пацаны Я тут на планете Сейчас нормально Если что хотите Идите мол ко мне Пацаны такие Ладно хорошо Сейчас может пойдем А потом они такие Слышь ты их отвлеки Мы на Б пойдем Посмотрим че кого В итоге это получается Как двойная супер экстра Вообще мега гига атака Но и выходит как выходит Беспринципно просто Бескомпромиссно взятые 14-й для команды Лингбио На все деньги Байли команды Янижас Если этот не берут То 16-8 Хэллоу Да Что-то прям совсем Совсем все Печально для Янгов И денег Много у атаки Раундов Много у атаки Ну В общем У команды Люнгбю Викингс Прилетает молик И ответ на также молик Неплохая хаешка Там дафа потоптался Немного Но не решились Идти на точку Б Викинги Получив свою порцию Дэмэджа Но Что-то прям Нужно Представляете да Нужно брать сейчас 8 раундов подряд Янгам Чтобы в основное время Закончить И хотя бы 7 Чтобы выйти на овертаймы Это практически Невозможно Практически Но всякое Бывало При том что Опять же напомню Что Янги начали Вторую половину С победного Для себя С этого раунда Но потом Ни одного Больше не взяли Да было 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 по-разному Все 7 подряд уже Я так понимаю Для атаки же Я правильно Почитал Это мне Скоро Было 8 А нет Нет Там не 7 Должно быть А поменьше 8-8 Да Сейчас Получается Нужно чудо Не-не-не-не Сейчас Янг Ниджас Вот темп Резко сбросили В своей защите Одного сблили По второму По второму Третьему Прошлись Закопались Это хорошая история Имхо Очень хорошо Закопались Мол идите к нам Сами Мне нравится Такая тема Еще из-за Трф поджим То есть кто-то Закопался Его слышали Пошумел да Угу Там чел на шарте Видишь Да-да-да А я думал Думал мне показалось Все-таки пошумел Берфромский Рольф в итоге Да забирает Здесь еще Но с опека Пройти надо Но с опека Как бы не надо пройти Потому что Ниджас Надо держаться Но что-то Отлетают пацаны Теперь спина Должна работать спина Если не Манан Да что ж ты Топаешь-то Ну ладно Забрал Но он топает Да Но все равно забрал В любом случае Он бы спалился Так что ладно Хорошо здесь получилось Два в два Время идет Дофискеты Хорошо Манана есть Дофискеты Допустим Ооо Здравствуйте Сейчас второе лицо Получит Вот ебога А там Кросс Все Я включаю себе свет Включай себе свет Для Янгниджас Свет в конце тоннеля Друзья Что бы Сейчас потушат Просто поймите ситуацию Люнгбю Викингс Первый день группы Они такие Так у нас Мальта Спасибо До свидания Мы играть сегодня не будем Техническое поражение Ну то есть 0-1 Грубо говоря Ну а Личков Понимаете Да Вот это все Все дела Ладно Хорошо Янгниджас Борется Там От лсдс Отлетает Хорошо Допустим Лсдс Да Я как-то Почему-то По-рокерски Назвал Эту команду Не важно Команда Лсдс Встречайте Олимпийский А дальше что А дальше там Вот это вот Да Как я понимаю Мэнн Фашера забирает Здесь Может быть Получится Янгниджас Еще пожить Лсдс Господи Как так можно было Вольфе забирает Мэннона Ну если вот сейчас Они проиграют Это командирь Лингбю То выносите просто Что кстати Во группе И происходит сейчас Да Матч на вылет Дальше уже будет Группа Б Которая начнется завтра Скейт Инфинити Он на рисе банка Пепси Именно Пепси Потому что мы старые Пепси Да Поколение А помнишь Пружинку Очень много СНГ команд В этом Но банка Пепси Например Да Б В группе Б Господи Я же вчера с Крэгей Это все проговорил Банка Пепси Стоппингодс К23 Бейт Ван Вин Ван Вин Точно 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 Вот Я вот вспомнил Из основных Вчера как раз Аня говорила Так Вольфи Бейтв ты тоже знаешь Подписаны эти Экс Как они там Которые были у нас Погибает Волфи Ой эти Вылетел из головы Я тебя понял Но вылетел из головы Да 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 Нейти Крив Да Овнер Никита Иринкл Да Как так можно Ча Мерлен Да Мерлен Точно Которые разошлись С командой По Тем причинам Которые были У команды не было денег Они отпустили Пацанов Чтобы они искали Ну в смысле Другой коллектив Который им просто Будет платить В смысле Полюбовно То есть Типа просто Финансов нет Вы реально хороши Извините Но пока Потому что На 10 Как говорится Себе хоть Место получше Такой Ну приблизительно Такой вариант Ну да ладно За Ну кстати 3 в 5 Янги Как в прошлом раунде Только в прошлом Они взяли Тот 3 в 5 А вот здесь Что-то сильно сомневаюсь Потому что Так уже не рвутся Так уже Разменов Да не получится А плент еще Здесь сданный И на плент Судя по всему Лингби пойдет Ну так вот И представьте себе Да То есть Лингби Соответственно Техническое поражение Получает В группе Еле держатся То есть Им нужен уже Вот сегодняшний день Вот эти Бестуф 3 Бесконечные Как бы Выедающие силы И они приходят И просто дают Всем По щам Вот Внезапно Ну будем честны М1 Эден Никто Не вообще Воспринимал Как коллектив Который может Оставить кучу проблем Потому что Ребята только Подсобрались Это Условный микс Который Воплотился Типа в команду М1 Ладно Но я вообще Думал Что Эллингби Не то Чтобы Против Янгниджес Будут Сильны Но А плент Все Они просто Заивейдили ЛДЛС Кстати 3 в 3 Опять 3 в 3 Оно Так Ну все Пацаны Янгниджес Уже надо Показывать Тактики Просто Галактики Хотя Тут Молик Еще на джанг Там два Человека Стоит Как неприятно Время Течет Время Выигрывается Просто Космически Давай На Дал Ой Ой Еще Ой Еще Просто И Они вдвоем Пытаются Что-то Сделать И Рольф Еще и Подгорел То есть Соответственно Позиция Свежая Обновилась Да Буквально То что Человек Именно там В итоге Именно он По инферту Погибает И Затер Собственно Погибает 16 Девять Дорогие друзья Заканчивается Все именно Таким Образом Здесь Соответственно Эншент Мы не посмотрим Как бы Извините Конечно Но Нет Потому что Янгниджес Покидают Группу А То бишь Вообще Не проходит Смыслей В плей-офф Если бы Мне это сказали Когда-то Я не знаю Там Вчера Позавчера До начала И так далее Я такой В смысле Вы видели Вообще Группу А В смысле Они не проходят В смысле ЛДЛС Янгниджес Проходят Точка Все просто Типа Люнгбю Отлетают М1 Эдена Естественно Конечно Они будут страдать Поэтому Отлетают Проходят ЛДЛС Проходят Внезапно Нет Внезапно Датчане Очень Хорош Ну Они взяли себе Американского Легионера И как Начали Бахать Вообще Если бы Меня сегодня Спросили Я бы Наверное Тоже Больше Поверил В Янгов Потому что Я видел Вчерашнюю Игру Викингов На Мальте И она Мне очень Не понравилась Да Они победили Эту игру Но Было Очень Неуверенно В их Исполнении Команда Там Тоже Не самая Сильная И Там Я смотрел Эти кэфы Которые на ХЛТВ Есть Там что-то было Пятерканых противников И типа Такой Ну это же вообще Изи Оказалось Вообще Неизи Но Сегодня Ребята С двумя Тэмами Просто Забрали Отдав Противнику 12 раундов За две карты Это очень Мощно Свою карту Вообще Без шансов Вражескую Ну типа Первая половина Максимально Плотная 8-7 И потом Только два раунда На Пеки противника Отдать им А потом Развалы Ну в общем От Ниджас Дорогие друзья Так С группой А Мы закончили Не поверите LDLC Лунгбю Викингс Проходят Дальше В плей-офф стадию Этого Пятого сезона European Development Championship Young Ninjas M1 Eden Покидают M1 Eden Вообще Ничего не выиграли Особо по очкам Young Ninjas Опять же Best of 1 На одну штучку выиграли Вы это видели вчера А Стоп Вы это не видели вчера Это было техническое поражение Они Ты же понимаешь Они не играли с Лунгбю Викинг С Best of 1 Ну да Ой Хорошо Вообще Господи Сладость Вообще В радость Группа B Skate Infinite Honoris Полячки Полячки Почему полячки Стактаза же Если я же ничего не путаю А у них там что-то менялось Сейчас тебе скажу Friend Друга взяли Просто друга взяли Покатать Банка Pepsi Это у нас Группа B Будет завтра Будет Классно Будет хорошо Приходите Ну начинать соответственно Эту всю радость Смотреть Studio Hub сегодня для вас была Весь день Олежка Мингот Слипчик Евгений Собственно Отключаемся Для вас До завтрашнего дня Пока